когда я рассматриваю свою жизнь меня ужасает ее неопределенности контуры моей жизни менее отчетливо как-то часто бывает с большей точностью и можно определить если говорить о том чем я не был хороший солдат но отнюдь не великий полководец любитель искусства но отнюдь не тот артист каким умирая мнил себя нейрон человек способное на преступление но отнюдь преступлениями неотягченной я поочередно оказывался в различных чрезвычайных ситуациях но не мог удержаться на их высоте жизнь всегда сталкивала меня вниз однако и похвастаться тем что я держался всегда золотой середины я тоже не могу так говорит о себе римский император адриан но это вовсе не его собственные слова этот словесный автопортрет взят нами из знаменитого романа маргарита юрсенар воспоминания адриана однако наша передача вовсе не литературная а историческая и первым делом мы спросим у историков насколько правдоподобно и корректно такое литературное откровение по отношению к публию эле трояну адриану римскому трибуну консулу и императору студии стариады владимир никишин и антон короленко император адриан полководец администратор интеллектуал на троне на мой взгляд существует определенный парадокс с одной стороны адриан это совершенно замечательный правитель которого только можно желать это администратор полководец вообще один из лучших римских императоров если смотреть по возможности объективно никишин владимир олегович окончил московский государственный университет имени ломоносова исторический факультет кандидат исторических наук старший преподаватель кафедры истории древнего мира исторического факультета мгу специалист по межэтническим отношениям в период античности автор множества научных статей в том числе право и бесправие взаимоотношения римлян и их подданных в эпоху поздней республики и ранней империи императоры граждане и подданные в эпоху принципата идеал и реальность о биографии спартака до начала арабской войны глазами историка безусловно вообще насколько историк может быть объективен да и писать истории сина ира это студия да да это с одной стороны а с другой стороны репутация то у него плохая у современников просто хуже некуда император адриан римский император в 117 138 годах императором был провозглашен дважды первый раз 11 августа 117 года и второй раз в 135 году правление императора адриана знаменует собой пик могущества римской империи вступивший в эпоху золотого века третий из пяти хороших императоров он умер в такой обстановке когда его проклинали его совершенно не хотели обожествлять как настаивал его замечательный преемник благочестивый антонин вот в скобках скажу что как известно он все-таки продавил решение сенат таки обожествил но с большим скрип ликой неохотой с большим скрипом да то есть репутация была очень скверная так что вот вам парадокс да для начала а дальше уже давайте разбираться надо иметь ввиду что вот от рояне мы имеем помимо позднейших историков там вроде диона кассия там или аврелия виктора мало не слишком достоверного тут есть современные источники есть переписка плиния младшего причем одна из книг это переписка с самим трояном прямо вот что на первого лица дамы для административного провести задрагиваешь но все-таки голоса таскать самих свидетелей а не то что там потом в их уста вкладывает историки жившие через сто двести и больше лет короленков антон викторович окончил историко-архивный институт российского государственного гуманитарного университета кандидат исторических наук доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета государственного академического университета гуманитарных наук автор множества научных публикаций по античной историографии и начальному этапу гражданских войн в риме в том числе сулла и зрелище из новой литературы солюстий в контексте античной историографии еще раз о конфликте между суллой и цезарем речи диона хрисостома он конечно самого адриана там с ними общался наверное но по крайней мере вот эта эпоха вот как бы устами пусть эритера который приукрашивал что-то но все-таки современный источник всегда лучше чем то что напишут потом наделяя время прошедшие теми чертами которыми как кажется говорящим или пишущими она должна обладать а тут мы имеем диона кассия который писал через сто лет и был человеком на мой вкус невеликого ума и приносит наши да извинения ну а что делать кто-то меня провернет я и . зрение другие слышал здесь никого не обидел и так далее то есть в общем в основном просто не лучшие историки потому что амян марцелин который на эту тему писал в части своего труда где он об адриане рассказывает не сохранился да конечно сохранились надписи слава богу сохранили где-то в одной даже его ранее карьера перечисляется там сохранились папирусы которые в основном касается только египетские дел ну вот насколько можно судить ничего подобного переписки трояна и линия там по моему касательно адриана не сохранилось чтобы его собственный голос мы слышали и голоса историков к тому же и риттеров которые о нем повествуют отражают мнение узкого круга потому что все говорили что можно часто прочитать там его проклинали кто конкретно как говорится имена адреса пароль явки а потом оказывается что это просто автор и его друзья а на остальных он просто плевать хотел и мы даже не до вполне возможно что другая группа товарищей которые либо не писала об этом либо ее труды не дошли там они совсем иначе относились это случайно или не случайно или конечно вымарана скажем так это не случайно в каком смысле не случайно что конечно наиболее интересные для потомков труды чаще переписывались ну вот но применительно вот если вы эти об отношении к адриану это конечно случайно хотя тоже за кулисом и здесь вот как бы даже не специального уничтожения источников оба дряни конечно не было но вот то что мы часто пользуемся источниками либо поздними либо вообще там их не сохранилось самоценно это надо иметь ввиду и все очень субъективный часто то что даже в учебниках пишут как однозначные факты при ближайшем рассмотрении до в источнике есть но это все надо сто раз проверять и полной гарантии что было именно так нет это не значит что мы о нем толком ничего не знаем но лучше лишний раз перепроверить это как всегда с источниками для того и существует наука и сочинковедение чтобы разбираться с адрианом большей степени чем с трояном а то есть хлопот с адрианом больше больше чем у строяного но меньше чем скажем с его премиником но тем не менее алексей какая-то канва все равно выстраивается да можно вот лично я считаю что ему повезло очень сильно в жизни повезло родиться да кто-то рождается нищим а кто-то принцем уэльским вот адриану повезло он родился хорошей семье отец был сенатор ну правда провинциального происхождения вообще корни их семейства из испании да был там такой городишка италика вот они оттуда и происходили местного разлива это была очень такая богатая семья то есть по местным меркам можно сказать его отец был первым парнем на деревне и что интересно вот семейство эльев из которого происходил адриан и семейство ульпиев из которого происходил его двоюродный дядя будущий император троян император троян римский император из династии антонинов правивший в 98 117 годах известен своими обширными завоеваниями при трояне территория римской империи достигла максимальных размеров курировал обширные программы социального обеспечения и общественного строительства многие из дошедших до нас памятников древнеримской архитектуры носят его имя второй из пяти хороших императоров они жили рядом друг друга знали действовали вместе заправляли местными делами видимо там были как всегда время и и политические и экономические связи завязки пересечения женились роднились римская политика наша клановой была и вот именно то обстоятельство что адриан был двоюродным племянником трояна вот это и сыграло ключевую роль потому что если бы он он не был двоюродным племянником трояна вот так скажу уж совсем примитивно бы ничего бы и не было мы бы и не знали никакого адриана то есть вы повезло родить надо знать чем племянником родиться о отличная рекомендация причем надо сказать что вот в этика где они родились этой у нас где-то примерно современная андалусия она где-то вот как раз во времена по моему трояна адриана давала примерно так если судить по тем именам которые мы знаем порядка четверти сенаторов они назывались жители римляне родившиеся в испании назывались испаненсис это что-то вроде креолов так сказать но значительно выше уровня то есть скажем разумеется никакой креол из мексики в жизни не сделала карьеру в испании это провинция но уже достаточно едва ли не самая руманизированная провинция наверное вообще в римской империи там уже при республике страбон пишет многие жители давным-давно забыли родной язык и говорили на латинском походу но родился он видимо не в италии все-таки скорее всего время на самом деле есть противоречивые сведения в наших источниках ну как-то более-менее устаканилась точка зрения что все же таки время он родился в январе 76 года нашей эры ну в общем то не столь важно да в италики то бишь на территории испании это недалеко от севильи кстати говорят девять километров мама поехала штата рожать ну да да в риме рим все-таки столица империи во всяком случае они родился в столице или были такого хорошего провинциального происхождения до них то власти были аристократы и последним из них был предшественник трояна нерва но здесь я в скобочках буквально скажу что есть в историографии такое понятие как пять хороших императоров девяно шестом году в результате заговора погибает иран домициан последний из трех императора флавия династии флавия сошла на нет и начинается золотой век в истории рима потому что приходит класть приличные люди но относительно приличные точки зрения сенаторов почти все античные авторы когда писали хороший император это значит что он хорошо обращался сенатором плюс еще вот владимир правильно сказал повезло родиться не только в смысле семьи а просто удачное время вот второй век очень все спокойно до три последней четверти или чуть точнее последний треть когда уже первые толчки переселения народу стало быть правление антонинов это целая династия пять хороших императоров ну давайте считать нерва троян адриан наш с вами герой посередине там затесался затем антонин пей и марк аврелий после него там ничего нет комнат был да тоже из этой династии но вроде как дурной император дурной но вот насчет золотого века сенаторов да безусловно адриану было всего девять лет когда отец умер и у него появились опекуны вот одним из опекунов был троян то есть двоюродный дядя будущий император представляете себе какая у него была опека вот от утелла говоря по латыни ну и образование образование он получил конечно замечательно видимо домашняя нет нет этого мы не знаем но мы же себе представляем вообще как это это происходило видимо это это была типичная такая стезя то есть начальная школа потом грамматическая школа видимо ученик был замечательный способности у него были великолепные все все биограф отмечают уникальную память адриан он был очень памятливый человек и злопамятный и мог насолить и отомстить но я бы сказал так вот как мне кажется под настроение вот если попадешь под настроение он может ответить добродушно и вообще на какое-то время по крайней мере забыть о существовании старого противника врага который ему когда-то насолил но если настроение плохое вдруг что-то щелкал у него он вспоминал такие вещи которые ну скажем там прошло очень много десятки лет и он все равно вспоминал вот такой небольшой примерец по ходу дела у его сестры был муж сервиан юлий урс сервиан римский политический деятель он был видным общественным деятелем в царствовании римских императоров нервы трояна и адриана был последним частным лицом получившим третье консульство как сенатор был очень влиятельным и могущественным человеком в течение долгого времени император адриан считал сервиана своим неофициальным преемником не взлюбил он адриан у них были плохие отношения особенно когда адриана еще не был императором и ему можно было делать каверзы не опасаясь особо за последствия вот сервиан ему много зла причинил причем закулисно реально да он например настраивал его опекуна трояна против нашего героя он говорил что адриан мотает деньги и вообще он мод легкомысленный человек долги делает да и вот прошло много лет адриан стал императором удивительно но он демонстрировал всем уважение к сервиану тут был очень почтенный человек консуляр сенатор то есть бывший консул это в общем-то представитель элиты общества и вот долго долго адриан его терпел даже как пишет биограф адриан продолжал его нет ну конечно нет но ситуация изменилась алексей но ситуация изменилась коренным образом вот сервиан конечно вел себя прилично потому что просто опасно было как то иначе действовать вот и адриан даже выказывал ему уважение при всех прилюдно подымаясь ему на встречу выходя из своей комнаты он будучи императором выходил приветствовать сервиана но все это закончилось когда адриан в конце жизни он очень плохо себя чувствовал после 60 у него там разные болезни обострелись видим у него на сердце было слабое как сейчас говорят врачи ишемия у него была ему поставили современные врачи диагноз ишемия плюс видимо он был гипертоник у него кровотечение носом были в общем он плохо себя чувствовал и вот под это дело он сервианом расправился когда тому уже было 90 лет уже казалось бы но пережил практически уже и бояться нечего да по смехотворному поводу там он к чему-то придрался отправил обед императорским рабам и стоя встретил императорскую страх и что где криминал то но сервиана принудили к самоубийству по-моему да его заставили 90-летнего сервиана да и более того и внука его казнили внука адриан опасался что внук может претендовать на престол у него свои были виды в отношении наследника и вот эту расправу в частности сенаторы уже самом конце правления ему простить не могли не исключено что это так могло выглядеть дедушка умер а они же очень часто выдумывали что кто-то с собой покончил перестав принимать пищу вообще все мы знаем что больной часто отказывается от пищи вот он умер могло быть известно что в это время к нему как-то там адриан не лежала душа ну наверняка тот его заставил отказаться принимать пищу а он возможно не отказывался потому что заболел и есть не хотел взял вскоре и помер а со стороны могли вот воспринять что вот он его заставил внук а вот внук нет а вот внука уже могли казнить серьезно потому что действительно там очень мы дойдем в свое время до многоходовой комбинации с завещанием все-таки родственник как-никак вот его скорее всего уже всерьез а дело в том что у трояна у него же не было детей и он кадриану как-то вот самого начала проникся какой-то симпатии он ему внимание оказывал он ему действительно реально был вместо отца поэтому он прекратил это обучение довольно быстро нашему герою был всего 15 лет когда троян потребовал чтобы тот все бросил и из рима ехал на малую родину в италику видимо набираться опыта потому что службу свою адриан начал в ополчении в милиции местной да и то недолго это все быстро закончилось буквально там через год через полтора троян потребовал чтобы адриан снова собрал чемоданы и отправился на военную службу да сначала он в рим опять же на совсем короткий срок попал и в риме он получил но снова опять-таки стараниями трояна через всякие там хлопоты и связи он получил несколько почетных должностей заметь ему было там лет 17 лет 17 18 он судьи попал до цимвиром был разбирал какие-то там имущественные всякие контроверсии тяжбы и прочее опять же недолго потом он еще несколько почетных должностей имел на на праздники распоряжался это все почетные должности а затем да совершенно верно а затем в армию действующую армию на дунай в нижнюю мезию в легион и вот там началась уже военная служба это уже военная карьера то есть вот когда ему 18 19 20 лет он реально служит и как военный он проявил себя прекрасно то есть он и интеллектуал он и военный сразу скажем умелый опытный а потом смотрите чисто внешне очень очень представительный джентльмен физически развитые прекрасно сложенный женщины его любили вот и у него закрутился романа с женой трояна да то есть ну со своей теткой закрутил роман видимо помпея плотину и звали она сыграла очень большую роль в его жизни помпея плотина жена римского императора марка ульпия трояна происходило из рода помпеев сопровождала мужа во время его войны с парфией в 115 117 годах перед смертью трояна добилась от него подписание указа об усыновлении адриана и завещание о передаче последнему императорской власти не было бы никакого императора адриана если бы не тетка у них просто был роман троян больше любил мальчиков он был по молодым людям спец вот он он к жене не испытывал ничего кроме уважения то есть никакой семейной жизни там не было трояна этого не скрывала все это знали прекрасно поэтому никаких детей ну вот он он был по мальчикам да а что касается адриана это был великий женолюб он очень любила женщин и видимо вот здесь он в лице своей тетки на плотина получил очень мощную поддержку дальше она его вела просто по жизни она его оказывала такие услуги что просто слов нет она сделала его карьеру да это очень умная дама была она на него сделала ставку ну в общем то это понятно по-человечески вот она его выбрала да это был любимый человек мужчина которого она двигала вот если бы не она он бы никогда не стал императором вот как она может все устроила но я я больше чем уверен честно говоря потому что там же есть традиция такая что якобы троян к ним холодно относился как-то очень странно двигал но холодно относился но есть один такой момент вроде бы все нормально он был и речи этот писал там троянного в начале второго века должность была специально об акте сенатус сенатус он и был и там и плебейским трибуном дважды и претором и консул на консул с эффектом то есть консул который начинал год он был более почетным это обычная карьера на самом деле ничего выдающегося не правильно но дион кассе специально подчеркивает что вот он его не очень любил поэтому консулом так сказать и по нему по имени которого год назывался он его ни разу не сделал но тут скажем так то знаю могло не сложиться может он его хотел еще сделать но не успел смотрите да столько подробностей но карьера у него была как бы вот по восходящей карьера однозначно по восходящей потому что троян в нем видел в перспективе вполне возможно наследника другое дело что вот как у меня складывается троян будучи императором да и в нем будущий император у него детей то нет опять же он должен был думать о наследнике другое дело что были и другие кандидаты со стороны просто адриан был родственник пусть не самый близкий да двоюродный племянник значит адриана женили видимо против его воли потому что отношения с женой у него были чудовищные и женили его на внучатой племяннице троян причем устроила брак плотина троян был против адриан был против плотина продавила это решение и женила адриана на виби сабине виби сабина жена римского императора адриана приходилось своему супругу троюродной племянницей завоевала в риме и провинциях больше общественных симпатий чем любая другая императрица со времен первой императрицы жены августа ливии сабина первая женщина чей образ фигурирует на регулярной и непрерывной серии монет от чеканенных в риме брак продлился больше 30 лет ужасный чудовищный брак для адриана это был тяжкое испытание он он позднее друзьям говорил что давно бы развелся потому что это сварливая злюка ему ненавистно вот если бы он был частным человеком он бы развелся но он человек видный в политическом плане император он не может себе такого позволить вот он пережил сабину ненадолго совсем вообще говоря все время в разъездах был поэтому он и видел не так часто ну да это это действительно важно вот а выдвинулся он по-настоящему когда начались дакийские войны когда троян решил завоевать дакию то есть ну грубо говоря современную румынию было две дакийских войны адриан там прекрасно себя проявил вот то есть если бы не было из чего лепить плотина бы ничего не вылепила было из чего был материал в нижней панно не отличился там разбил сарматов то есть показал себя уже он был прекрасный полководец это это точно судя по всему себя и администратором проявил и вообще был человек хватки так что плотина поставила на ту лошадь на которую надо и и выиграла дальше троян начал по сути авантюр ну как и нам сегодня это видится 114 году он решил покорить парфи вспомнил видимо планы цезаря не давали ему покой лавры александра македонского в абсолютно спокойное время кажется дакий завоевал безумную добычу чего не хватало да береги достигнутая и охраняй границы тут надо иметь ввиду что он же уже видимо при жизни считался оптимус принкепс то есть лучший принцип ну и как же это лучший принцип да не завоюет единственного сильного врага империи парфи наконец-то восхотел славы август вовремя разрулил при нем поэт отрубили давай дескать отомстим там закраса он побрецал оружием и ограничился тем что ему просто выдали значки легионов красцы или антония пардон вот и все и разошлись а вот решил рискнуть как говорится по хотелось и вольгем захотелось ему повоевать сначала все вроде неплохо развивалось но действительно увязла римская армия в этой компании а главное в тылу начались восстания оказалось что местные жители совершенно не хотят римлян и троян сгоряча объявил что несколько новых провинций присоединяется месопотамия ассирия и армения и все это присоединяется к рим даже отчеканили медаль это самая парфиа капта то есть захваченная похоронная поторопились такой вспыхнул пожар что троян очень скоро осознал что надо ноги уносить чем скорее тем лучше вот и во время отступления с ним случился инсульт ну ему уже было за 60 он видимо перенервничал случился инсульт его парализовала и что там происходило знал только господь бог и плотина которая была рядом интересно что письма в сенат были написаны ею и подписаны ею чего никогда не было то есть рулила она в эти последние уже в открытую в открытую а чё было стесняться она же понимала что троян умирает вы что надо ставка сделать использовать ну конечно исполняющий обязанности царя да нужно использовать момент а значит за несколько месяцев до этого она убедила трояна назначить адриана наместником сирии это можно сказать плацдарм рима востоке до главной толовая база главном там армия была то есть он мог опереться на армию плотина все сделала своими женскими руками я думаю тут не надо забывать что такое делать володя сказал что политика как и везде время была клановой попроса группировки наверняка у него была своя группа поддержки но и безобразного состояния источников мы понятия не имеем с кем и как он договорился при дворе никакая плотина не сломила бы сопротивление группировки если бы они все вместе объединились и сказали а мы его не признаем их это тресни не пригнал же бы он армии всех убивать но так получилось что рядом с парализованным трояном оказался плотина плюс 2 опеку надряна оттеан будущего префект при торе то есть фактически первый министр заинтересованы но он-то претендовать на корону не мог ну не корону власть императорскую то есть со стороны конечно удобнее представить что вот грубо говоря там ведьма протащила своего любовника там оно интереснее выглядит а на практике по-видимому зачем же так она не отличалась я имею ввиду фольклорный элемент что я имею ввиду фольклорный такой элемент что вот она в смысле не в этом смысле что она была ведьма а что вот в хорошем ну возьмем сказку да 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 ну короче она по любому все сделала более того когда уже троянная поддержка группировки она просто виднее она императрица а группировки не так видны и они могли просто уже не так интересовать мы там и знаем то собственно даже регруппировках времен республики в основном благодаря письмам цицерона а тут я сказал никаких песен нет в общем короче говоря когда троян не то что там руководить уже разговаривать не мог она оформила усыновление адриан и передачу власти по наследству уверяю что сам троян ничего не говорил что там чуть ли не за него кто-то произнес а может и произнес мы не знаем а кто знает потому что сохранить враждебная традиция а дружной не сохранилась а в дружной могло быть все сказано наоборот чему де и верить ну в общем короче говоря адриана уведомили что он усыновлен а через пару дней пришла весть что троян в килики то есть на территории малайзии скончался и таким образом власть переходит к адриану вот причем перстень у него же был а касса троян ему еще за несколько лет до того подарил перстень с алмазом который он свое время получил от самого нервы основателя династии то есть по сути это как переходящий красный знамя был этот перстень были хорошие предзнаменования вроде бы он даже сны такие счастливые видны это он потом рассказывал я думаю это уже билетристика чистейшей воды вот так он и стал императором хотя не все были довольны конечно были другие претенденты нет он всех перед фактом поставил более того умный человек он понял откуда рождается власть винтовка рождает но я думаю там это поняли я думаю дело было в другом что он скорее всего все таки действительно рассматривался многими как преемник потому что тот же один не попытался он понимал что ему не светит ни при каких то есть и в общем то никто не попытался оспорить и сказать а почему ты а не я потому что видимо таких просто не было как говорится все ртой замолкли до закрылись которые могли бы протестать но это же ясно он он деньгами заткнул рот всем более того он простил долги частные долги казначейства на миллиард почти сестерцев это колоссальная сумма умолкли вообще все все кто будет быть против вот и конечно нужно же было к сенату адресоваться он попросил извинения у сенаторов что поставил перед фактом что не спросил их мнения ну чтобы польстить им и вот единственный минус вот антон уже говорил об этом четырех человек убили причем суляры селя это бывшие консулы это высшая знать видимо эти четыре человека что-то там разговаривали где-то какие-то были разговоры пересуды их обвинили в том что они заговор устроили но они в разных городах были в это время то есть только наивный ребенок мог поверить то что эти люди собирались убить адриана какой-то заговор организовали это были действительно сановник один из них лучший полководец империи лузий квиет лузий квиет римский полководец при императорах домициане и трояне известен своей ролью в подавлении восстания в иудее в 117 году будучи также героем дакийского и парфянского походов стал популярной персоной в риме именно это послужило причиной неприязни к нему со стороны адриана он же был у африканского происхождения потом родилась такая нелепая версия вдруг он негром был но это скорее всего не но это сейчас очень актуально да нет политкоррект он им конечно не был бы выходить из провинции африка если бы такое было это не было и убили жестоко и конечно в сенате возникло недоумение ведь ну а кто кто это мог организовать адриан заявил что без его ведомость сделали вот а биограф написал что это якобы сенат но там сенат провел расследование и решил устранить на всякий случай проявить предосторожность чтобы не было узурпации но это какая-то ерунда просто я вот не верю ни секунды вот эти этими четырьмя до убитыми дело ограничивалось вот при вхождении на первое время да в общем да что верхушку он только в конце там еще несколько человек хватило и было опасно дальше продолжать потому что ссориться с сенатом четырех консуляров учитывая что троян ни одного сенатора вообще не казнил он же собственно на этом очень сильно сыграл что вот доменциан был злой нехороший сенаторов казнил а хотя троян у сената уменьшил полномочия но они рады радехонько больше никого не казнят не изгоняют или если изгоняют только по инициативе самих же в том-то и дело тут же был контраст троян ни одного сенатора не то что не казнил но и не осудил имущество ни у кого не отбирал а тут вдруг четырех консуляров убивают то есть начало было скверно но но к дышим да бывший консул это все таки адриана опасался конкуренции он боялся что эти ребята конечно что они предпримут какие-то шаги и видимо я так думаю они на троих там обсудили с плотиной и с этианом и решили проявить предосторожность и убили просто ликвидировали этих четырех но потом сделали все для того чтобы об этом поскорее забыли потому что начались вот эти милости прощение долгов триумф отпраздновали интересно после поражения да то есть проиграна все что можно катастрофа на востоке я уточню триумф трояна то есть его изображение это не адриана трюк была трояна но все равно умно как бы уступил я не жадный вот вот великим уступил уступил да это был очень тонкий самое интересное что дальше то было ведь надо же было расхлебывать ситуацию на востоке катастрофа армия конечно не разбита но она не может продолжать войну то есть войну ты можешь продолжать но это чревато полной гибели армия там просто погибнет катастрофа с точки зрения рима потому что невыигранная война это уже это стратегическая катастрофа консерватор конечно напряглись все почему наверное вот отчасти по этой причине лузик вето пришлось убрать потому что да что у него могли оборонские настроения нехорошо в общем короче у адриана видимо была установка вот что отличает хорошего подлитика от всяких случайных людей политиканов и так далее у него своя была идеология у него свои были взгляды и свои установки вот а идеология его заключалась в том что нужно переходить к обороне империя достигла своего предела расширения нужно вспомнить август август перед смертью сказал не нужно никаких воин никаких завоевательных войн уходим в оборону грубо говоря да вот этот мотив он прозвучал в завещании августа и адриан считал что теперь нужно переходить к обороне выходить с наименьшими потерями из этой передряги он отказался от всех завоеваний трояна кроме даки наверное он и дакию бы сдал но тут ему объяснили что это чревато потому что там и сарматы могут дальше двинуть и германцы напасть короче дакия осталась составе империи а что касается востоке он сдал все месопотамию армению ассирию и войска были отведены за эфрат и вот тут начинается сооружение оборонительных линий укреп районов адриан великий строитель для в принципе эти вот лимисы от которого слова да 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 лимис лимитис отсюда лимит от косвенных падежей они в принципе с флавиев еще были но там какого-нибудь вала веспасиана мы нигде не не услышим тут грандиозная стойка а вал адриана причем повсеместно повсеместно вал адриана оборонительное укрепление длиной 117 километров построенные римлянами при императоре адриане 122 128 годах для предотвращения набегов пиктов и бригантов с севера вал пересекает северную англию от ирландского до северного морей у границы с шотландией является выдающимся памятником античности в великобритании а кроме того адриан занялся оформлением бюрократического аппарата по-настоящему вот первый конечно продолжил на самом деле вот он заложил основы будущей бюрократии да вообще-то время вот такая не совсем бюрократическая империя же полис а античная гражданская империя то есть историки сравнивали но это конечно крайний случай это все-таки уж совсем империи хань одновременно говоришь в общем время вообще считает бюрократия управляли императоры в ручном режиме об этом переписка кстати трояна с плене младшим говорит о которой антон да там можно ли завести пожарную команду в вифинском городе или даже и баню построить представляете то есть правда пожарная команда это не случайно это не мелочь потому что она легко может превратиться в группу захвата при смуте но уж баню то все эти вопросы решал император театр восстановить дорогу построить мост отремонтировать и так далее все 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 вот эту мелочевку должен был решать император по наводки на место и вот поэтому да это все ручной режим вот он не знаю конечно вот адриан в этом плане продемонстрировал просто верх распорядительности и трудолюбие я бы сказал ведь он сам отправился в поездку вот значит первые годы правления смотрите в сто семнадцатом году он стал императором четыре года ушло на подавление мятежей восстания это сугубо оборонительные бои но он это сделал сарматов отразил с иберами разобрался кого-то подкупил с кем-то договорился пустил в ход дипломатию разрулил он всю эту ситуацию в африке навел порядок и к 121 году значит пока он был в риме принимал все эти решения он как-то разобрался с этими мятежами а дальше начинаются поездки кочующий диспот он царствовал в дороге кстати да деталь он из 21 почти года в поездках вы примерно половину был то есть 10 лет точно около 10 лет лет то есть мы ничего не слышим о том что из-за отсутствия императора какой-то кризис управления наверняка же за ним не скакали по всей империи постоянно то пойди найди еще там не всегда можно было значит сумел назначить людей так что за него все решили и при туре на хозяйстве правда а татьяна он избавился работала то есть работа работал пока совет этого принципса консилиум принципис который до этого был такой полуфакультативной организации ну вот как петр в пробский поход отправился он сенат после себя стоит уже стал постоянно действующий бюрократический орган который по видим очень многие вопросы решал то есть грамотно разведомства грамотно распределить полномочия он сумел так чтобы и себя не обидеть и все работало бы он мог спокойно путешествовать не опасаясь что когда он приедет окажется что император тут уже другой на время до оторвемся от бюрократии у нас как бы я открою некие карты у нас есть некоторые сюжеты во-первых филлелинство надо вычеркнуть что такое филлелинство до римского императора адриана и антиной а время у нас совсем мало ну ну что это важно начать с того что он действительно был филлелин то есть любитель что эллинского на человеческой культуры да прежде всего греческой культуры филология это филология да именно греческая филология он был прекрасный оратор он был очень очительный человек у него была огромная библиотека он сюжет читал он очень любил греческий язык греческий язык он знал также как латинский латинский хуже знал вот его сенаторы в молодости высмеивали за плохой выговор говорили грекулюс гречишка да грекулюс гречишка называли но латынь он тоже выучил неплохо то есть он заставил себя заняться занимался наверное с репетитором грызг гранит науки а вот в афинах например он наконец-то закончил великий долгострой там со времен писистрата 6 век до нашей эры до 2 века нашей эры никак не могли достроить храм зевса олимпийского и он остатки его там несколько колонн с остатками этого карниза там еще целы очень красивый до сохраняется кода при том что там каримский ордер которого конечно во времена писистраты близко не было ну вот наконец-то достроили слава богу но там еще много чего построил поэтому до сих пор очень много он половину афин постраду афина да поэтому вот симпатичная улица пешеходная в афина до сих пор называется улица адриана его греки очень любили он там много лет провел он конечно главной любовью были афины много лет много лет в афинах он жил в несколько приемов в общей сложности так я прикидываю лет пять-восемь в общей сложности пять-шесть ну точно вот он там даже архонта был выбор то есть его афиняне любили как своего человека так понятно за что он же деньги тратил и строил строил и строил храмы в греции бедная была во времена империи отстраивал форумы да и так далее его греки очень любили он вообще очень много строил он всю жизнь очень много строил он был воялью но правда любитель до ваял живописец тоже любитель он везде был любитель во всем поэт тоже любите графоман скорее всего написал много всего и в прозе и в стихах на греческом и на латвии вопросу о злопамятности есть анекдот что когда он еще не был императором архитектор аполлодор как-то его за неразумные рассуждения об архитектуре сказали занимайся своими рисунками и в это не лезь и вот своими тыквами он сказал а вот когда он стал императором то вроде как он его там чуть ли не казнил он его казнил реально совершенно да это аполлодор построил именно в том виде пантеон который мы сейчас его знаем с небольшими переделками это не политик это невозможный конкурент это человек культуры это любитель мусс вот таких было два всего человек аполлодор дамаски это гений который пантеон построил апполлодор дамаский инженер архитектор конструктор и скульптор второго века нашей эры был любимцем римского императора трояна и оппонентом императора адриана так как критически относился к амбициям адриана в области архитектуры аполлодор он так никогда и не забыл вот этой выходке про тыквы а потом когда значит адриан создал проект храма венеры и ромы сам лично свой проект он послал аполлодору мол посмотри как мы можем да то есть ты тут рядом не стоял аполлодор возьми да и выскажи ему критику ну адриан не сервис он критику не любил он приказал убить аполлодора все что больше некому было критиковать его архитектурные проекты аполлодор убили это черное пятно на репутации я возвращаюсь до к первичной аттестации про почти идеального правителя почти вот тут мы вдруг понимаем что такое может быть идеальный правило вот но с другой стороны есть такой анекдот что писатель который возможно вот тот самый историк флор такой второстепенный риттер который кратенько изложил в ораторском варианте историю рима написал про императора что цезарем быть я не желаю по британцам всяким шляться от снегов страдай с киевских вместо того чтобы его за это покарать как-то он написал флором быть я не желаю по харчевним всяким шляться от клопов спасаясь круглых ну то есть когда в хорошем настроении был он отвечал эпиграмм а что касается философа фаворина тот тоже позволял себе не соглашаться с адрианом какие-то колки и шутки даже отпускал по его адресу и угодил ссылку на остров хиос правда его не казнили он пережил адриана но согласитесь тоже неприятная история очень неприятно интересное так смотрите теперь блиц интервью про антиною кей про антиною буквально две минуты здесь очень просто потому что мы об этом ничего не знаем практически знаем только то что в вифинии когда адриан кочевал по своим провинциям совершенно случайно 124 году встретился в городе клавдиополь с красивым юношей по имени антино ему было тогда 14 лет этому пареньку и после этого антино его не покидал на протяжении 6 лет до 130 года подробности мы не знаем сразу что мы знаем это все что мы знаем про кончину знаем только то что когда адриан попал в египет там его тоже сопровождал антиной там произошла какая-то очень темная история антиной упал с корабля в мир и утонул никто не знает значит есть такая версия что якобы он сам себя принес жертву ради блага император я очень сильно сомневаюсь я думаю просто какие-то завистники его туда пристроили что касается гомосексуальных отношений это все домыслы я думаю вот лично моя точка зрения заключается в том что адриан как большой эстет он просто испытывал эстетическое наслаждение когда рядом с ним был очень красивый молодой паренек и вот интересно что когда адриан себе наследника выбирал как пишет его биографы только из соображений внешней красоты он выбрал совершенно больного 36-летнего но очень симпатичного парня ционе комода который так и не дожил до своего воцарения умер от чахотки умер там по чуть ли не за несколько недель кажется нет за несколько месяцев за полгода но за полгода он умер да и все там получил странная ситуация адриан усыновил от этого ционе коммада а когда тот умер еще и марка не вера будущего марка в реле но поскольку тот еще молоденький был он оставил если секундочку по последнее значимого вот этот луцивер который мы знаем соправитель с красивой бородой надо да это как раз был сцена это ционе коммада а кроме того он установил сенатор который 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 все мы знаем под именем антони напи вот он ты стал императором а только после его смерти многоходовая комбинация ну да своих детей не было нам нужен финал кого была смерть нашего героя а смерть как я уже сказал очень прозаичная с одной стороны с другой стороны трагично почему до 60 лет у него было прекрасное здоровье он совершал восхождение в горы как романтик он сеттно наблюдал восход солнца ему был 50 лет а потом вдруг что-то где-то сломалось я думаю вот из-за ишемии плюс гипертонии и последние два года когда он уединился на своей знаменитой вилле в тиволе он по сути не успел ею насладиться 14 лет строил этот великолепный римский версаль руины которого сохранились как вы знаете он успел он насладиться в полной мере он очень плохо себя чувствовал ему не давали покончить с собой он хотел либо яда либо меча никто не решался он уже всех проклял и грозился казнями вот я думаю что тут у него испортился окончательный характер и настроение потому что впереди уже ничего этот жизнелюб и но в каком-то смысле сиборит эстет замечательный по-своему очень интересный симпатичный человек при всем при том любитель таких именно эпикурейских наслаждений в хорошем смысле слова без излишеств первый из императоров стал носить бороду бриться в античности было тяжело теперь можно раз сам император бороду носить да подражая грекам вот и он оказался в таком беспомощном положении в общем он умирал плохо он он хотел смерти и уже когда все было сделано все распоряжение сделано он поехал на курорт в бае под неаполем и там тихо скончался в июле 138 года ему было 62 всего на все так все-таки выдачего начали и в конце чтобы это тоже прозвучало в начале парадокса и парадокса и его место роли вот как бы до на римском горизонте все-таки вот что это за фигура так по моему завидная роль он он был великолепный администратор полководец то есть если брать сухом остатки да актив вот в активе у него очень много он обозначил стратегию на будущие десятилетия империя перешла к обороне он сделал все для того чтобы навести порядок создать мощную армию финансы при нем были прекрасном состоянии и наступил золотой век да были землетрясения были набеги варваров случались мятежи но его потомки вспоминали правление адриана как золотой век с тоской они просто потому что дальше ничего хорошего не было большому счету при антоне не пи еще так тянули потом и оставил много следов кастель сантанджело мазалей адриана замок святого ангела моста элле и пантеон но к сожалению вся литература погибла он же много чего понаписал автобиографию стихи эпиграммы ничего не осталось кроме каких-то жалких обрывков увы жаль так хорошо значит зато мавзолей августа почти развалился а мавзолей адриана стоит стоит и помнят до сих пор что это не только замок святого ангела но и мавзолей хотя хоронили его преемников еще и прием да там вся династия упокоилась до каракалы и будем об этом помнить да когда окажемся или когда просто посмотрим на какое-то изображение да вспомним и адриана сохранилось много изображений который кстати адрианополь был столетцей турции одно время и это тоже напоминание о нашем герое хотя сейчас он уже так не называют вот такова вкраса до история римского императора адриана не самого худшего и очень даже скажем благополучно очень очень симпатичного симпатичного удавшие удачно родившегося да и прожившего в принципе неплохую очень даже неплохую жизнь спасибо вам большое смотрите программу истериады и Редактор субтитров А.Семкин